Итак, доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее утро из святого города Иерусалима! И мы продолжаем изучать Тору. Тору, божественную мудрость, которую мы получили от Бога через пророков. И мы продолжаем изучать сейчас книгу-притчи Мишли, царя Соломона, в которой мы изучаем именно интерпретацию передачи этой божественной мудрости, которую сделал великий и мудрейший из людей Шлома Амела, царь Соломон, сын царя Давида, царь, который построил первый Иерусалимский храм около трех тысяч лет назад и который вошел в историю как один из самых мудрых людей за всю историю человечества. Значит, сегодняшний урок, он его заслуга. Я верю, что когда мы выполняем действия, которые Бог повелел нам делать, то мы зарабатываем духовную большую силу, вырабатываем, зарабатываем, создаем большую духовную силу. И сегодня я хотел бы, чтобы эта большая духовная сила, которую мы вырабатываем, она помогла выздороветь моему отцу. У меня отец Борух Бенсара, его зовут Борис Бенсара. Он сейчас в больнице в Ирландине, такое у него непонятное положение. Мне очень интересно, что вот в ситуации, когда человек заболевает, он больше всего в этот момент нуждается в поддержке небес, потому что он попадает в сложную ситуацию, физическую, психологическую, и влияют вот духовные факторы, психосоматика, то, что называют, да, на сегодня, оно больше всего влияет на выздоровление. То, что сейчас ученые уже доказали, эффект плацебо там и так далее. И в такие моменты больше всего важно, чтобы была поддержка небес, поэтому, чтобы была РФА Шлема, чтобы было полное выздоровление Борух Бенсара, Борис Бенсара, и чтобы было ему силой для того, чтобы он вышел из больницы, Божьей помощью. РФА Шлема, вот Яков Штайн пишет. Хорошо. И я сразу же хочу помочь. Есть в Торе тоже еще одна такая известная вещь, что когда тебе что-то нужно от Бога, вот в любом деле, то нужно в этом же деле кому-то начать помогать. То есть первым делом нужно, чтобы ты, например, я хочу, чтобы моему отцу было сейчас легче, да, чтобы он выздоровел. Значит, я должен помолиться за всех людей, кто сейчас болеет. Вот все, если у вас, вы или ваши родственники, чтобы, не дай Бог, болеют, чтобы была РФА Шлема, полное выздоровление всем вашим близким, и если они нуждаются в помощи, то чтобы Бог дал помощь. И есть очень важная схема, Тора нас учит. Это я читал недавно совсем в Советах Любавического Рэба. Он говорит, что если человек заболевает, то он должен первым делом идти к врачу, прям конкретно. То есть Бог дал врачу силу лечить и идти к врачу, и делать то, что врач скажет. И молиться Богу, чтобы Бог дал врачу понимание, что надо делать. Потому что врачи в зависимости от ситуации, от него очень много зависит. И та таблетка, другая таблетка, так посмотрел, так посмотрел, такой скальпель взял, другой скальпель взял и так далее. То есть схема очень простая. Значит, первое, идти к врачу. Второе, молиться, чтобы Бог дал врачу силу, лиропод, силу вылечить. Третье, третье, говорит Любович Стеребе, что очень важно верить, что будет все хорошо. Очень важно позитивное мышление, верить, надеяться на Всевышнего, верить, что все будет хорошо. И вот эта вот вера, она тоже очень много дает. Вот три вещи, которые надо делать. Врач, молитва и позитивное мышление. Хорошо, значит, мы продолжаем изучать Тору. Ну, сейчас у нас идет очень важное окончание притчи, уже 31 глава. Последние как раз отрывки, это как финишная прямая кульминация всего, что было. И, значит, вот я уже сказал, этот урок, чтобы был для РФ Ашлема Бору Бенсара. И все-все-все близкие тех, которые сейчас присутствуют, чтобы им тоже с неба была поддержка, чтобы врачам дал Бог правильные мысли в голову, как лечить. И чтобы было у них у всех прямо сила внутренняя излечиться. Потому что внутренняя сила, это тоже очень важно. И, опять же, вот я чуть-чуть сделаю такое отхождение в сторону. У одного моего близкого друга, у него заболел отец в Америке коронавирусом. Ему было отцу уже за 90 лет. И, значит, за 90 лет в Америке по протоколу его лечили. И это лечение, которое было по протоколу в Америке, оно ему не помогало. Он умирал уже. Все, врачи сказали, что он умирает. Украинские врачи, кстати, интересно. Мой друг пошел в Украине к врачу, главный эпидемиолог в Украине, посоветовался с ней. И она говорит, мы в Украине даем определенные таблетки в такой ситуации. Он в Америку. В Америке говорят, мы не дадим эти таблетки. Мы не даем эти таблетки. У нас по протоколу запрещено давать. И врач, который даст эти таблетки, он потом сядет в тюрьму, если больной умрет. Значит, а врач в Украине говорит, надо давать вот именно вот эти таблетки. И мой друг, он уговорил мать. Он матери говорит, послушай, я твой сын, это мой отец. Отцу 90 лет уже, за 90. Я тебе говорю, под мою ответственность, дай ему втихаря эти таблетки. И мать послушала сына, дала эти таблетки, которые посоветовал все-таки украинский врач. Мой друг не врач, он не мог бы придумать эти таблетки. И украинский врач посоветовал дать эти таблетки. Мать дала полностью, вся семья была против, врачи американские были против. Но дали ему таблетки, и он выздоровел. Понятно? То есть, это очень интересно, как работает молитва, сила молитвы. Хорошо. Все, значит, еще раз, чтобы сила духовная от этого урока пошла на выздоровление всем близким нашим. Все, кто слушает этот урок. Вот Рифа Ашлома, Мэр, Бен Деня. И чтобы было, и Борубенцара тоже, чтобы он выздоровел, вернулся домой. Все. Теперь, значит, говорится нам про доблестную жену. Доблестная жена, это описывает царь Соломон, какой должна быть доблестная жена. Мудрецы говорят, что он описывает и доблестную жену, и он описывает мировоззрение, которое является для человека такой же близкой, как жена. И точно так же, как от жены зависит счастье мужа и вообще его жизни. Также от мировоззрения человека зависит все в его жизни, то есть его система координат, в которой он живет. И третий намек, что такое доблестная жена, это интеллект. Это способ работы интеллекта человека. Интеллект это очень такой, можно его сравнить с компьютером, который обрабатывает информацию. И, значит, доблестная жена это жена, доблестная жена это мировоззрение, доблестная жена это интеллект, который обрабатывает информацию. Давайте теперь посмотрим 23-й отрывок с этих трех разных ракурсов Значит, говорит царь Саламон Значит, доблестная жена это такая, у которой известен в воротах ее муж, когда он сидит с старейшинами земли Значит, до этого мы изучили, что доблестная жена полностью по хозяйству Она встает до рассвета, она ложится ночью, не гаснет ее свеча Она задумала купить поле, купила, виноградник купила, занимается международной торговлей То есть полностью весь дом на ней, все дети одеты, бедным она помогает То есть она просто такой не терминатор, а, как сказать, то есть вообще полностью, вот она мастер на все руки А что муж? Возникает вопрос, что муж? Написано, что мужу она дала полную свободу и поддержку, чтобы он изучал Тору Чтобы он был духовно и интеллектуально, чтобы он развивался, всю свою силу тратил на то, чтобы стать известным в городских воротах Когда он будет там сидеть с старейшинами страны То есть раньше в древнем мире, 3000 лет назад, каждый город, это была отдельная такая мини-крепость И в этой мини-крепости, в мини-крепости в этой, значит, были в каждом народе, в каждом городе, в каждом таком племени, назовем это так, да В каждом сообществе людей были старейшины, которые управляли Теперь в еврейском народе самым важным качеством есть такая межнапертия вот, что есть три короны Есть три главных, ну три короны, да, есть три самых высших поднятия Первая корона это царская власть, царь Кто такой царь? Царь это тот, кто управляет армией, судом и защищает от внешних врагов и исполнительная власть Исполнительная власть это царь В еврейском народе корону царя получить невозможно, потому что Бог постановил, что все цари в еврейском народе будут из рода царя Давида То есть если ты из рода царя Давида, тогда у тебя есть возможность стать царем Если ты не из рода царя Давида, то тогда у тебя нет возможности стать царем Все, это уже установлено на все поколения То есть мы ждем царь Маше, Мессия, который будет царем, когда начнется следующий этап мира Который построит третий храм, он будет именно из рода царя Давида И как раз потомок царя Соломона, чью мудрость мы сейчас изучаем Вторая корона называется корона священничества Корона священничества, что это за корона? Значит, у Машерабейну, пророка Моисея, который получил Тору Был родной брат Аарон И Бог сказал, что Аарон и его потомки, они будут священниками, коинами, которые служат в храме Приносят жертвы, то есть они полностью посвящены Богу Внутри еврейского народа есть отдельный такой как клан, который передается только от отца к сыну Причем есть еще один нюанс, что жена должна быть обязательно девушкой То есть она не может быть разведенной женщиной, она не может до этого с тем-то встречаться То есть и со времен храма, второго храма Со времен, вернее, Машерабейну Моисея, это было дарование Торы 3300 лет назад Вот эта вот семья священников внутри еврейского народа, она сохраняется до сегодняшнего дня И только они могут служить в храме и приносить жертвы Значит, корону коина, корону священника может кто получить? Только тот, кто родился в этой семье И невозможно, никаким образом невозможно к ней присоединиться Выпасть из нее можно То есть если отец коин, он женился на женщине, которая запрещена для коинов, для священников То тогда его сыновья уже не коины Ни за какие деньги невозможно, чтобы они стали коинами И вот эти вот коины сохраняются в еврейском народе Теперь третья корона называется корона Торы И корона Торы, она выше, чем предыдущие две короны Это мудрец Торы Мудрецом Торы может стать любой Любой, даже не еврей, который принял иудаизм Он становится сразу же евреем И если он становится мудрецом Торы То он становится главой еврейского народа То есть мудрецы Торы, это самая элита еврейского народа была всегда Мудрость, знание Торы, знание, как работает мир, близость к Богу Это то, что может получить каждый человек Независимо от его происхождения, рождения и так далее То есть мудрость Торы, она доступна для каждого В этой же Мишне есть еще одно дополнение Что самая высшая корона, это корона доброго имени То есть если ты хороший человек, это еще выше всего этого Если ты добрый человек, который помогает людям, это выше всего ценится Хорошо, теперь, значит, двадцать третий отрывок Чем занимается жена доблестная? Она своему мужу дает условия, чтобы он стал известный в воротах города То есть чтобы он поднялся по лестницам, по иерархии Как это называется? По иерархии он поднимался, поднимался, поднимался И чтобы он вошел в то, что называется Сан-Эдрин Они заседали, старейшины заседали в воротах города Это было как парламент, да? То есть чтобы он вошел в парламент, ее муж Чтобы он стал известный, чтобы он был один из самых мудрых людей Которые управляют народом Вот в этом цель жены доблестной Которая проходит по спецификации царя Соломона То есть здесь мы видим, как царь Соломон описывал нам максимальные качества Такой чек-лист, которыми должна обладать доблестная жена То есть она должна создать мужу условия, чтобы муж изучал Тору Чтобы он становился мудрецом Чтобы его уважали другие мужчины И он сидел и был известен в городских воротах Где он будет заседать со старейшинами страны То есть чтобы он вошел в парламент, в Верховную Раду В Кнесет, в суд, Верховный суд и так далее Это цель жены А весь дом, детей, деньги, экономику, все она берет на себя И в еврейском народе на протяжении последних трех тысяч лет Это было принято То есть женщина, она называется Акеретабайт Она называется основа дома, фундамент дома Как основа, так переводится Акеретабайт это не домохозяйка Домохозяйка, да, как в русском тоже есть такое слово Домохозяйка То есть жена, она обеспечивает полностью функционирование дома в материальном плане И муж, он посвящает полностью себя тому, чтобы развивать свою мудрость И подняться в иерархии уважения на самый верх Заседать в воротах со старейшинами города Значит, есть много историй, как это было Это была самая известная история, которую с детства рассказывают детям о том, какой должна быть еврейская женщина Ну, естественно, это история про матерях Сара, Авраам и Сара Первый еврей был Авраам И Авраама видно, когда Бог ему открылся и сказал ему Иди себе, ми арцеха из земли твоей Ми молотеха из города твоего Ми бейтавиха из дома отца твоего Эляара цашер эреха В землю, которую я тебе покажу Бог ему сказал просто таким непонятным языком Иди себе Он приходит к жене, к Саре И говорит, Сара, значит Мне Бог открылся, сказал, надо уходить Она говорит, куда? Он говорит, куда? Бог покажет Куда? Бог мне пообещал, что я, значит И Бог ему сказал, я тебя умножу Возвеличу твое имя и дам тебе благословение Благословлю тебя и будет у тебя благословение То есть он Аврааму сказал, что если ты меня будешь слушаться Прямо будешь со мной одно целое Так он сказал Аврааму Значит я тебе передам благословение То есть я буду с тобой Так Бог пообещал Аврааму А как узнать, почему? То есть Бог дал Аврааму 10 испытаний В которых он испытывал преданность Авраама Богу Насколько Авраам, он готов в случае, когда его эго Его я расходится с желанием Бога Насколько Авраам готов быть с Богом, а не со своим эго И это было 10 очень сложных испытаний Авраам прошел эти все испытания И Бог с ним соединился Теперь, но рядом с ним все это время была Сара Была Сара, его жена Которая, когда Авраам сказал ей Надо идти Она сказала, пойдем, пойдем И они вышли Пришли они в Израиль Авраам я обещал, что будет благословение Будут деньги, будет все Пришли они туда, в Израиль А там голод, нечего кушать Просто нечего кушать И он ей говорит, Сара говорит Бог мне сказал идти сюда Но обещал, что все будет хорошо Но пока не получается Пойдем в Египет, там хоть еда есть Она говорит, хорошо, пойдем в Египет Приходят в Египет они Он ей говорит, слушай, в Египте люди, звери же То есть они, ты красивая Они тебя украдут, скорее всего Давай будем так говорить Что ты моя сестра И если будут хотеть тебя как бы забрать Они будут пытаться со мной договориться Чтобы я тебя выдал замуж Как брат А я в это время буду Что-то придумать И мы будем успевать убежать Она говорит, Авраам Это мы вышли из-за этого Из города, в котором ты был Сын министра В котором нас в городе В этом мы были богаты Уважаемые, почетные И сейчас мы скитаемся вообще по миру И мало этого Сейчас еще меня могут украсть Авраам говорит Бог сказал идти Я что делать Вот так А Сара говорит Да, отлично Интересно, что есть глава Называется в Торе Глава «Жизнь Сары» И начинается эта глава с того Что годы жизни Сары были 127 лет Она прожила 127 лет И все жизни Сары были хороши И предание говорит Что она всегда была довольна Она всегда улыбалась Она всегда, каждая Все, что с ней происходило Она была довольна тем, что с ней происходило Несмотря на все тяжести жизни И вот они пришли в Египет В Египте, как известно, Авраам Его схема срабатывала Каждый раз, когда приходили И говорили Вы дай ее замуж Свою сестру Он говорил, что уже договорился За сколько вы даете Там 20 верблюдов Он вообще, он говорит Мне только что Я договорился за 40 верблюдов Он за нее дают И значит 20 мало И так он все время перекидывал 40 верблюдов 80 верблюдов Ушел в другой город Ушел в третий город Пока не увидели сару Люди фараона И они говорят Фараон хочет Мы ее забираем к фараону Авраам говорит Ну а сколько верблюдов Они говорят Нету в Египте того Кто даст больше верблюдов Все, проехали То есть У тебя нет ни одной отговорки Чтобы ее не отпустить Поэтому мы ее забираем Твою сестру И выдаем ее За самого здесь главного человека За фараона замуж Представляете И в этот момент Ее великую праведницу сару Забирают И в этот момент Бог открывается Уже фараону Говорит Отпусти Это человек пророк И отпусти жену его И фараон очень испугался Потому что это было Для него очень страшное Такое проявление Всевышнего И он отпустил Не просто отпустил Он Аврааму сказал Срочно отсюда уходи Дал ему очень большие Там откупные Чтобы только Бог на него Не гневался На фараона И Авраам и Сара ушли Ушли И так далее То есть мы Со времен Сары Мы видим Что еврести И женщины Они посвящали себя Полностью Воспитанию детей И поддержке мужа Для того Чтобы муж Мог посвятить себя Полностью Служению Богу То есть Это идеальная схема В которой В которой Жена Она Занимается Всеми вопросами Управлением Семьи И этого мира По Торе Говорится Что муж Должен Обязательно Советоваться С женой По всем вопросам Касаемых Быта Потому что Женщина Лучше понимает В вопросах Этого мира Но в вопросах Духовных Духовного роста И так далее Муж не должен С ней советоваться Потому что Это В этой сфере Мужчина Как бы Больше Для этого Для внешнего А женщина Для внутреннего Это то Что мы изучили В 23 отрывке Теперь давайте Посмотрим На С точки зрения Идеологии Мировоззрения Значит Если мы Говорим Что Жена Это Мировоззрение То тогда Получается Если Что является Высшей Высшей Степенью Высшей Подъема Человека К чему должен Стремиться Человек В этом мире Если мы Говорим Что это Не жена А мировоззрение То Высшей Степенью Поднятия Человека В этом мире Является То чтобы Муж Муж Человек Достиг Вот Того уровня Мудрости Того уровня Осознанности Понимания Когда он Находится Среди Самых Мудрых Людей Страны То есть Если мы Говорим Про Мировоззрение То К чему Должен Человек Стремиться Он должен Стремиться К чему Проходящему Как живет Большинство Людей Они стремятся К вещам Очень Таким Материальным Находящимся В плоскости В плоскости Общества Потребления Чуть-чуть Больше Потребления Если у тебя Одна комната Ты хочешь Две Есть две Ты хочешь Три Есть три Ты хочешь Четыре Есть машина Ты хочешь Машину Получше Есть телефон Ты хочешь Телефон Следующей модели То есть Большинство Людей Разменивают Свою жизнь На то Чтобы Улучшать Возможности Своего потребления В этом мире И Это один вариант Мировоззрение Тора Говорит Нет Надо стремиться К тому Чтобы Нодабе Шарим Баала То есть Чтобы человек Поднялся На то Чтобы он Находился В воротах Города В воротах Города Бешифта Им Зикней Арет Чтобы он Сидел там С самыми Мудрыми Людьми Страны И Был на самом Высоком Духовном Уровне То есть Эта цель Она является Для человека Если мы Рассматриваем Эшетхайль Доблестная Жена Как мировоззрение То эта цель Она намного Более выше Чем простые Цели Которыми Занимается Большинство Людей Хорошо Теперь Если мы Посмотрим На это Как на Интеллект То тоже Человеку Очень важно Увидеть Какую-то Большую Цель И к ней Двигаться То есть Если у человека Нет вот Этой вот Большой цели К которой он Двигается То вся его Жизнь Она Находится В Броунинс Называется В хаотичном Движении То есть Если у человека Нет никакого Привода Когда он К чему-то Стремится У него есть Вот какая-то Большая цель У меня кстати Интересно Лично у меня Как получилось У меня всегда Была цель Жить в Израиле И у меня Происходит Я уже В 2000 году Я приехал в Израиль Потом я Уехал Потом я в 2010 И так далее Я уже много раз Я уезжаю Приезжаю Почему Потому что Когда Я живу За пределами Израиля У меня есть мечта У меня есть цель Жить в Израиле Когда я приезжаю В Израиль У меня нет мечты Мне не к чему стремиться То есть Я уже в Израиле В Иерусалиме И у меня происходит Такое Как А дальше что Ну что дальше Да И опять Я уезжаю И опять У меня сразу Появляется цель Вернуться в Израиль Это очень интересное Такое Явление Что Когда есть Большая цель Тебе интересно Она тебя тянет Она тебя включает Когда ты ее достигаешь В этот момент Оп И все Происходит Сдувание Поэтому Духовный рост Духовные цели Приближение К Всевышнему Это бесконечная цель Это бесконечный рост И К ней можно стремиться Всю жизнь Но ее очень тяжело Как бы Как сказать Ее тяжело Конкретизировать Что значит Я близок К Всевышнему Что значит Я поднялся Высоко В духовном уровне Это очень тяжело Хорошо друзья Все Удачи Всем успехов Если вы Женщины То обеспечите Своим мужьям Спокойствие Чтобы они могли Спокойно Учить Тору Чтобы они могли Спокойно Духовно расти Если вы Уже мужчины Тогда Подумайте На тем Что является Для вас Целью В жизни К чему вы Стремитесь И С Божьей помощью Чтобы у всех Было здоровье Чтобы у всех Было благополучие И чтобы Чтобы мы Молились Всевышнему От всего сердца Без Проблемы Сложностей Потому что Обычно Когда происходит Проблема и сложность То начинаешь молиться От всего сердца А когда нет Сложности Сидишь и думаешь Чем бы развлечься Поэтому Давайте молиться От всего сердца Без проблем и сложностей Все Удачи Успехов Здоровья Счастья Чтобы была Рефаш Полное выздоровление Борух Бенцара Борис Бенцара И Все остальные Больные Близкие Людей Которые учат Тору Вместе с нами Чтобы все были здоровы Все Всем пока Удачи Успехов